Конкретно, и мои друзья, наверное, тоже. Ну, то есть, получается, что всё равно у нас преувеличивается вот эта вот степень ужасности вот этого возраста. И давайте сразу же вот рамки возраста-то очертим. Давайте. То есть мы будем говорить про людей 60 плюс сегодня. И согласитесь, что, например, период от 60 до 70 и от 90, там, и дальше, они сильно, сильно, сильно. Сильно? Ну, как твой опыт жизненный говорит, что после 60 всё сразу же резко наступает древление? Я не знаю. Ну, чем отличается этот период? Постепенным снижением социальной активности, ухудшением здоровья и переходом, скорее, от продуктивной какой-то деятельности к оценке того, что у тебя уже было, и к умению наслаждаться теми днями, которые тебе отведены. И при этом у 60-летних людей это гораздо более такой яркий живой период. Они вполне могут продолжать работать. На даче ковыряться. Ну, то есть у них ещё же силы именно физические, больше их, чем 90. Много физических сил и так далее. То есть всё-таки у них задача больше перестроить там как-то свою социальную сферу. От 70 до 80 лет самый сложный период с точки зрения, возможно, потери близких супругов, друзей, сестёр, братьев. И поэтому вот в это время у людей самый такой вот сложный вызов это... Они ещё сами, мне кажется, в любой момент всегда готовы, если что. Да, да, да. Самый сложный вызов это искать себе новое какое-то окружение, не замыкаться в себе социальные связи, какие-то поддерживать. Вот, кстати, в России очень важно, чтобы у женщины пожилой было много подруг пожилому возрасту. Потому что мужчины живут, ну, статистически продолжительность жизни гораздо меньше. Спасибо. Ну, слушай, статистика. Это средняя температура по больнице. И получается, что где-то в возрасте 70 плюс. К сожалению, женщин одиноких остаётся гораздо больше, чем мужчины. Более того, мужчины, которые живут... Им намного тяжелее в одиночестве. А ты знаешь, в основном они живут в браке. Понимаешь? То есть свободных одиноких мужчин ещё меньше. Понятно. Возможность создать брак... Но если они уже потеряли своих супруг, то, мне кажется, женщине как-то они более сильнее морально, чтобы... Ну, не знаю, мне кажется, здесь очень индивидуально и здесь... Ну, просто я знаю одиноких бабушек, которые уже попрощались со своими мужьями. И знаю одиноких дедушек, которые уже... Вот если ты узнаешь... Дедушкам тяжелее, я это вижу. Нет, если ты узнаешь столько же дедушек, сколько ты знаешь одиноких бабушек, чтобы у тебя были одинаковые группы, которые ты можешь сравнивать. Потому что я думаю, что дедушек ты знаешь намного меньше. А ты их можешь познакомить? Да, кстати, хорошее время. И тогда всем будет хорошо. Ну, вот смотри, то есть получается, что очень важно, чтобы были друзья, потому что функцию вот эту поддержки, близости и так далее, они берут в свое время на себя. И самая главная задача вот этого возраста, начиная от 60 и дальше, это обретение целостности, оправдание своей жизни. То есть принятие того, что то, что я делал, это было по большей части, наверное, хорошо и правильно. Не зря. Не зря, да. Обретение смысла и обретение мудрости. Вот вы, наверное, встречали таких светлых, мудрых стариков, которые на самом деле, ну, даже вопроса не возникает, а зачем они, собственно, социуму нужны. Они обогащают, то есть они учат поколение подрастающее, они дают очень много любви своим детям, внукам и правнукам. И вот очень простой пример, как отличить мудрого человека от не очень мудрого. Например, если спросить, вот 15-летняя девочка хочет выйти замуж, надо ли ей разрешать? И, скорее всего, то есть люди нашего поколения скажут, да вы что, какой ужас, да как это вообще может быть? Да ни в коем случае нельзя, всю жизнь себе поломает, а... А бабуле скажет, нормально? А бабуле скажет, а она из какой культуры? А может быть, она восточная девушка, у них это принято. А может быть, она больна, неизлечима. Она знает вообще, какие последствия могут быть, а может быть, она беременна сейчас и хочет оставить ребенка. Мне недостаточно информации для того, чтобы дать какой-то совет. Я бы хотела с этой девочкой поговорить, узнать ее получше. И вот когда человек может уже вот так вот реагировать, мы, скорее всего, скажем, блин, ну да, реально он мудрый. И он, правда, сможет как-то многосторонне посмотреть, многогранно на подрастающее поколение и дать какой-то совет. Но есть еще такое мнение, что старики как дети, что они становятся капризными, что им нужно внимание, что начинают придумывать себе болячки. Вот такое как это что? Ну, знаешь, вот представь, что вдруг внезапно оказалось, что тебе жить и стало в лучшем случае лет пять. И тебя уволили с работы. И ты потеряла супруга. Ну, в общем, пытаешься создать что-то, что вокруг меня похоже на пенсию. И со здоровьем у тебя тоже случается какая-то вообще ерунда, то есть органы начинают функционировать вообще не в той по сфере, не в той мере, которая была. И у тебя есть, скорее всего, какое-то пособие, которое, ну, позволяет выживать. И вот как ты думаешь, что будешь капризничать в такой ситуации? Не знаю. Я же не была в такой ситуации. Ну, да, ну, понимаешь, то есть здесь очень важен контекст, что с этим человеком происходит. Обычно за каждое большое, там, вот, проворчание, да, за каждой большой агрессией, либо за раздражением, за всем этим есть какая-то большая боль. И неважно, про что это, возможно, человек не может смириться с тем, что его жизнь конечна. И вот это такое отчаяние, что, опа, была вот такая иллюзия, что вот я как будто черновик пишу, а все классно, еще впереди. И ты понимаешь, что нет, уже не впереди, что уже тебе осталось вот прям совсем какое-то ограниченное количество времени. Может быть, сожаление о том, что социальные связи утрачены, что с детьми отношений нет, с чем-то еще. То есть человек не может, понимаешь, вот обрести эту целостность. Обида какая-то, в общем, игра. Сожаление о том, что я как-то не так прожил свою жизнь, нет возможности с этим смириться. Очень много в этом может быть отчаяния, очень много боли. И от этого может быть как раз вот это вот раздражение, ворчание и так далее и тому подобное. И из-за этим важно видеть, какая потребность у вот этого твоего пожилого родственника. После рекламы вернемся. После рекламы. Обсуждаем с нашим психологом Анной Лепихиной. И пришли к тому, что бывает за ворчливостью стоят обиды какие-то, стоят сожаления. И, в общем-то, недовольство своей жизнью прожитой. И если в вашей семье есть пожилые родственники, то как вам помочь им, чтобы они все-таки почувствовали себя счастливыми пожилыми людьми? Ну, давай вернемся к тому, вообще, от чего человек чувствует себя счастливым. Вот у нас мы говорили практически про любой возраст. Это когда ты занимаешься любимым делом, общаешься с любыми людьми, то есть у тебя жизнь устроена для тебя достаточно радостно и комфортно. И вот в зрелом возрасте, независимо от того, сколько лет, 60, 70, 80, 90, очень важно находить доступные варианты радости. То есть не концентрироваться на том, что упущено. Ну, то есть вот можно бесконечно сожалеть, где мои 17 лет, где моя фигурочка, да, она от этого никуда, ну, она не вернется, ничего не получится. Но можно наслаждаться общением. Тем, что ты можешь обжараться пирожными сейчас. Да, тем, что к тебе уже нету никаких особо, никаких социальных требований, что ты можешь позволить себе быть варчливым, смешанным, что ты можешь наслаждаться своим садом, какими-то простыми вещами, общением с друзьями. И очень важно... Немножко сумасшедшим, да, можно быть? Можно быть, можно, уже никто ничего не сделает, понимаешь? Можно выбрать себе любое хобби. И не надо добиваться в нем результатов. Можно делать просто потому, что тебе радостно. Даже если вродливые картинки получаются, все равно их можно развешивать. Вообще, и можно еще всем дарить. Хочу быть старой. Уже нормально, хорошо уже зашло. Ну вот, знаешь, очень важно поддерживать физическую форму. То есть классно, когда человек может обрести такое философское равнодушие к тому, что у него ухудшается состояние здоровья. Вот здесь, ну, то есть главное, чтобы не было каких-то иллюзий по поводу старости. Ну да, когда я буду стареть, скорее всего, у меня будет ухудшаться зрение каким-то образом. Тамбо сбоит, да, систему организма, ну, как бы, да, это норма жизни. Не циклится на этом. Но очень важно для пожилых людей заниматься спортом. То есть вот если для нас это какое-то, может быть, хобби, то там хотите поддержать своего близкого человека в активном состоянии, посоветуйте с ним, какой ему фитнес больше всего идет, купите абонемент в фитнес-клуб, там будет общение социальное. Вот я наблюдала у нас в X-FIT, да, в Sun City, прям целые стайки пожилых женщин, они дружат между собой, они приходят туда на целый день, тут поплавали, сходили там куда-то. То есть там возникает совсем другая среда. Потом очень важно познавательную активность развивать. Есть такой замечательный человек, Рюта Кавашима, японец, вот я показываю его книжку. Он создал прям целые тетради для развития поддержки мозга, называется «Тренируй свою память», «Тренируй свой мозг». Там очень много простых упражнений, математических каких-то. Но Боля всегда говорила, что она остается в сознании, потому что решает кроссворды. Кроссворды, отлично, кроссворды, замечательная штука. Складывать цифры на билетиках в автобусе. Это я и сейчас делаю, что хочешь сказать, я старая. А изучение языка нового, изучение какого-то нового предмета, там, истории искусства. Всё, что было когда-то интересно, это создаёт новые нейронные связи и мозг в тонусе. То есть держать в тонусе тело, держать в тонусе мозг, и это продлит своё долголетие. А для родственников, что важно, не инвалидизировать своих близких, не относиться к ним, как к хрустальной вазе, которая рассыпется, просить той же помощи. И давать им понять, что они нужны и любимы. И общаться, стараться из радости. То есть находить какие-то вещи, которым реально классно делать вместе. Вот это я замечаю. Реально дедушке очень хочется что-нибудь поделать. Потому что все говорят, что он не передвинет стол, у него уже сил нет, ты чего, не трогай деда. А на самом деле он прям всегда первый берётся к кому-нибудь стул принести, что-нибудь ещё. Да, я разговаривала с пожилыми людьми, и они очень злятся, когда к ним начинают относиться. Вот так вот, мамочка, посиди, пожалуйста, я тебе принесу. Не трогай, трогай, да. Я не собираюсь помирать, я сильная сейчас. И вот тоже я, например, боялась всегда жизни в одиночестве. Мне одна пожилая женщина сказала, ты не представляешь, девочка, какая это роскошь. Когда ты можешь устроить себе столько общения, сколько тебе нужно, и жить одна. Вот здесь сразу же в эфире люди подсказывают, что учить языки и танцы – это отличные варианты. Мне очень понравилось, я даже сегодня притащила здоровенную книженцию, как написала одна пожилая женщина, можно я? Конечно, довольствуем. Зачту, которая 85 лет. Она писала очень типичные размышления для человека этого возраста. Если бы я могла прожить жизнь заново, я бы отважилась сделать больше ошибок. Я бы расслабилась, была бы глупее, чем в этой жизни. Я меньше вещей воспринимала бы серьезно, больше бы рисковала и больше путешествовала. Я покорила бы больше горных вершин и переплыла бы больше рек. Я ела бы больше мороженого. Возможно, я испытала бы больше реальных невзгод, но у меня было бы меньше воображаемых несчастьй. Как видите, я из числа тех, кто живет благоразумно и здраво, час за часом, день за днем. Да, конечно, у меня были свои приятные мгновения, но если бы мне пришлось прожить жизнь заново, у меня было бы их больше. В сущности, я бы постаралась, чтобы не было ничего, кроме них. Только мгновения, одно за другим, вместо того, чтобы каждый день жить на несколько лет вперед. Я была в числе тех, кто никогда не выезжает из дома без градусника, грелки, плаща и парашюта. Если бы мне снова пришлось куда-то ехать, я бы путешествовала налегке. Если бы мне пришлось прожить жизнь заново, я бы чаще ходила на танцы и больше каталась на каруселях. Я бы раньше приодевалась в более легкую одежду весной и позже обувалась осенью. Я собирала бы больше маргариток. Вот нам очень не хватает вот этого взгляда сверху на свою жизнь. Очень хочется перенестись в будущее, что-то понять и вернуться назад, чтобы не было потом вот этого, что я бы сделал по-другому, я бы больше вот этого. Нам это нужно понять вот сейчас. Надо сейчас уже, да. Как это понять сейчас? Той жизнью, которую ты себе представляешь в будущем. Есть классное такое упражнение, напиши письмо себе, вот представь себя 80-летний и напиши от имени себя 80-летний письмо себе сегодняшний. И ты увидишь, как у тебя изменится фокус, насколько это будет иначе. А для своих пожилых родственников можете еще купить такую классную книжку «Возраст счастья» Владимира Яковлева. Там вот очень много примеров классных, как люди искали радости, чудили и проживали вот эти свои дни очень светло, очень хорошо и очень здорово. И еще один ресурс, хотела сказать. Есть у нас в Новосибирске... Я боюсь, что если такую книжку Дину принесу, я потом не застану дома. Потеряется. А зачем он тебе не нужен дома сидящий? Как это зачем? Потому что тебе так спокойнее, правда? Есть классный ресурс, который тоже можете своим близким подсказать, «Пенсионеры онлайн». Это новосибирский ресурс, там собраны все открытые лекции, собраны разнообразные скидки, мастер-классы и вообще какие-то объединения для пенсионеров. Волонтерские, например, я там видела. То есть есть пожилые люди, собираются и являются наставниками для детей из детских домов. То есть они обретают свой смысл и совсем другое качество жизни. А если их посадить дома, обложить подушками и говорить, что «Боже мой, ты моя бедненькая, или ты мой бедненький, как же тебе сейчас тяжело». И вот закрыть, вот законсервировать в этом пространстве, конечно, будет тяжело. А вот то, что им приходится одновременно преодолевать большое количество изменений, это говорит только о том, что, ну, ничего себе, какие у них есть возможности по адаптации, представляете? Ну, на любого из нас навали сразу же, вот столько всего, вот, как я тебе предложила, да, картинку представить. Ну, мало не покажется. Нужно будет много сил, чтобы выжить. Ну, вот так. Позитивненько. Я знаю, чего хотеть, куда стремиться. Пойду, напишу письмо. Спасибо, Анна Лепихина. Анна, спасибо. Бойтесь стареть. И счастливой старости всем. Я просто представила. Позитивненько. 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 Позитивненько.